Ура! Весуца, прям весуца! Тут прелесть будем сейчас снимать вам. Чудо природы. Сейчас мы к ним подъедем. В городской черте. Смотрите, что они делают. Они как собачки и кошечки на помойке ищут. Не дай Бог, конечно, такое молоко потом пить. Это осень на Тарханских дачах. И вот вы приезжаете, и вон он сюрприз, смотрите. Где он? Бурон дучок. Я думал, это мышка. Но мышки-то нереально. Кушает яблочки. А высота, товарищи... Сейчас мы ближе подойдем. Точно же бурундук? Ну вот, значит... А я хотел спилить это у соседей. Заброшка? Витаминизируется. У него длинный хвост такой. Или это белка? Витаминизируется. Кстати, мне посоветовали вот накидать, если барбарисовых, то там с удовольствием будут бурундуки в них обитать. Потому что никакие другие туда не полезут. Брабарис очень колючий. Просто невероятно колючий. И только вот такие уникальные гимнасты и акробаты могут среди веток брабариса бегать. Сейчас только я подбежал, тут, оказывается, целая семейка выскочила. Не, мы оставим, оставим, барбариса, не волнуйтесь. Такие красавчики. Так что, видите, заброшка даже хорошо. А так бы негде было обитать. Им нужен ареал хотя бы соток шесть. Вот этим уникальным. А врагов-то у них многовато. Даже кошка может его поймать. А кошек тут куча. Но они пропадают периодически у владельцев дач. А пропадают, потому что тут и рысьи у нас обитают. И орлы большие. Ареал распространения очень широкий. В Северной Америке, соответственно, есть. Тоже они. Фильм вспоминает тело венбурндуки. Товарищи на такой высоте и на таких узких. Каких узких там. Там вообще птицу еле выдержат эти ветки. Ну, вес максимального зверька 100 грамм оказывается. В своих мешочках засчетных. Они... Защечных. Они таскают себе еду. Даже могут за километр таскать. Но я думаю, у него нора где-то здесь. Норы. А, эти животные отличаются чистоплотностью. Поэтому можно их содержать дома. Но можно, но не нужно. Нори у них есть. Прихожая. Кладовая. Спальня. Естественно, все выслано. Очень аккуратные норки. Нет характерного мышиного запаха. И самое главное. Они запасают кормовку около 8 килограммов на зиму. Чтоб хватило даже на голодную весну. По самом деле, 100 граммового узерка даже хватит на 2 килограммов вообще. Но они очень запасливые. Врагов очень много. Весной начинается гон. Малыши рождаются слепыми. Но через 4 недели уже вылазят из норы. А через 11 месяцев достигают половозрелости. Слышите, как мчат коровки? Это они мчат их доить надо, значит. Вот-вот. И пока вы не подоете, вот так она будет мчать. Вот это безрогая. Почему? Это корова безрогая. О, какое у нее вымел большое. Такая порода. А вот этот далматинец, смотри, сними ее. Клятая. Прям далматинец натуральный. Жеребенка такого, тоже с такой же раскраской. Слушайте, ну это редкая вообще. Обычно пятнистая. А вот это звездочка. Смотри, какое вымя большое. Ой-ой-ой. Смотри. Звездочка Валу. Сейчас мы вот эту коровку. Сейчас мы. Какую? Они сейчас тепло им заделут. Ой, как ей тяжело-то идти-то. Смотри, какое вымя-то Вова. О-о-о. Все уже. Тихо себе. И вон туда такая пошла. И тут тоже большое. Смотрите, какое вымя. О-о-о. Сколько молочка много несет. Вот это молодцы коровки. Ой, а ты какой-то маленький. Хи-хи-хи. Не, нормально. О-о-о, какие ничего себе. Это у них уже переработалась трава. О-о, с колокольчиком. Да, представляете, вот самое интересное чудо природы. Вот это простая зеленая трава, по которой вы ходите. Превращается в молоко. Сметану. Масло. Йогурт. Йогуртовый торт. В блины. Во всякие булки, слоенки. Слушай, тут у них много таких безрогель-то. А почему это такой сорт? Ой, это бычок такой. Ничего себе. Вот бычка сними. Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. О-о-ой. О, сеньор, это вымя, вымя. Смотри, какое большое тоже. Ну, уже все невинное. Как они бедные ходят. А он же ребенок еще, смотри. Класс. Ой, какой маленький. Это уже нормальненький. Но все равно. О-о-ой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!